Югра вошла в топ-10 регионов по количеству новорожденных за прошлый год. Округ расположился на шестом месте. Об этом на заседании Координационного совета по демографической и семейной политике рассказал заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Несмотря на пандемию, численность постоянного населения в регионе увеличилась на 0,8%. Это свыше 14 тысяч человек. Рождаемость вдвое превысила смертность. Как сообщает информационный портал новости Югры, на 1 января в округе зарегистрирован 1 миллион 680 тысяч жителей. Вниманию родителей будущих первоклассников! Министерство просвещения Российской Федерации утвердило новый порядок приема на обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Подать документы на зачисление ребенка в первый класс законные представители в этом году могут с 1 апреля. Прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год будет проходить в два этапа. Сначала от тех, кто прикреплен к школе по прописке, а затем от всех остальных. Первые теперь могут подавать заявление с 1 апреля по 30 июня текущего года. И для детей, имеющих преимущественное право зачисления в школы, только для тех, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе. Второй этап – с 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. Список школ и адресов, которые относятся к образовательному учреждению Пытьяха, опубликован на сайте Департамента образования и на школьных сайтах. Как узнать, зачислили ребенка или нет? Директор должен издать распорядительный акт в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Четвертая школа, например, в новом учебном году планирует сформировать три первых класса. С 1 по 5 июля мы издаем приказ о зачислении детей. И далее уже 6 июля при наличии свободных мест к нам могут обращаться родители первоклассников с территории, не принадлежащих нашей школе. Если родители решили отдать детей в более раннем возрасте, то есть если ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев, или в более позднем возрасте после достижения 8 лет, то для этого необходимо подойти в Департамент образования и молодежной политики администрации города Пытьях и получить разрешение. Все вопросы можно решить в индивидуальном порядке в Департаменте образования, либо на месте в образовательной организации. В конце августа во всех школах города пройдут родительские собрания для мам и пап будущих первоклассников, активных, развитых и неусидчивых. Нефтьюганцы присоединились к Большой перемене. Напомню, всероссийский конкурс стартовал 26 марта. Регистрация сейчас открыта на платформе большая перемена.онлайн. Заявки принимаются до 1 июня. Участники могут выбрать свое направление из 12 номинаций. Например, науку и технологии, творчество, журналистику, волонтерство, историческую память, урбанистику, туризм, здоровый образ жизни или экологию. К слову, в этот раз заявиться могут школьники с 5 по 10 класс, а также студенты. Финал состоится в июле в Артеке. Победители получат суперприз. Путешествия и мечты на поезде – большая перемена, а также денежные призы на образование и саморазвитие. К слову, в прошлом году нефтьюганская активистка Дарья Лосева выиграла сертификат на 200 тысяч рублей. На образовательной программе в Крыму были собраны абсолютно все наставники. Это практически 600 человек по всей России. И у нас были различные мастер-классы проводились. Точно так же, как дети, мы решали кейсы, проходили те же самые этапы. Нам были рассказаны ошибки, которые были допущены детьми. Я выбрал новое направление «Открывай новое». У меня есть свои предложения, какие изменения можно внести в образование. У меня проект направлен на улучшение пространства в классе. То есть это будут парты электронные, которые будут встроены планшеты. Знаете, я считаю, нет ни страха, ни мандража. Надо просто идти и делать, а дальше будет, что будет. Клуб технических видов спорта в полную силу заработал в Лангипасе. Сейчас здесь проходят занятия для детей от 4 лет. Юные конструкторы учатся собирать радиоуправляемые автомобили, изучают их механизмы и участвуют в мини-гонках. Даже готовятся сами сесть за руль. Клуб «Дрифт-Сити» – социальный проект под руководством поклонника автоспорта Алексея Гриба. Помещение для тренировок площадью в 150 квадратных метров выделила администрация города. А с нового учебного года здесь планируют увеличить количество возрастных групп. «Три месяца назад тут еще ничего не было. Началось все постепенно. С трассы, проработка трассы, закупка всех необходимых материалов, покраска стен, изготовление вот этих замечательных заборов, столов с элементами автомобильных запчастей. Это тоже как развитие идет. Стойка, ну все на самом деле здесь сделалось. Это эксклюзивная работа. Такого нигде нет». Конструкция из лего – это санитары. Необходимо, чтобы он доставил контейнер с лекарством, в данном случае баночку, до нужной палаты. Многие участвуют в соревнованиях впервые, поэтому идеально пройти все точки ребятам нелегко. «Самое сложное – это программа. То есть механизм может быть идеально собранный, как бы отлажен, но без программы – это просто набор батареек и пластиковых деталей. Тут же надо, так же, как и в личной жизни, запланировать действия. То есть это построит ряд событий, которым надо задать параметры». В команде по два человека. Один отвечает за сборку без каких-либо схем, все по памяти. Другой же за мозг робота, создавая алгоритм на компьютере. Поэтому все модели получаются индивидуальными. «Робота с манипулятором и глазками. Глазками он должен видеть банку. Когда он видит банку глазками, манипулятор должен захватить ее. Потом он едет на синее поле, отпускает банку и возвращается домой, откуда начал». У другой команды механизм работает иначе. «Он нас толкает ее, он ее не захватывает, как у остальных. У нас он ее толкает, и он у нас ее даже переталкивает. Он за клеточку ее выталкивает. Но это работает 50 на 50, потому что иногда это сила рандома». Кто-то случайно толкнул стол или же небольшой бугурок на поле, и робот меняет направление. Для того, чтобы предусмотреть все варианты событий, у мальчиков есть время на доработки. «Большая часть команд занимается в кружке робототехники около года. И в свои первые соревнования они надеются победить». «Очень надеемся, потому что грамота – это грамота, а все-таки копков еще не было». Первое место в младшей категории заняла команда «Валерия». Всего участвовало две возрастные группы – от 9 до 12 лет и от 13 до 16. Победители определялись по наибольшему количеству баллов. В Нижневартовском районе продолжается конкурс на лучшую школьную столовую, где готовят горячие обеды для начальных классов. Главные цели проекта – расширить ассортимент блюд и определить лучшие примеры организации питания. Победителей определят компетентные жюри, а также с помощью онлайн-голосования. В числе участников – 15 общеобразовательных учреждений из разных населенных пунктов. В Излучинской начальной школе учится 241 ученик. Чтобы вовремя, а главное, вкусно и сытно накормить всех школьников, в пищеблоке учреждения работает 9 человек. Перед началом учебного дня все сотрудники кухни проходят медосмотр. Гаарбек Джанян замеряет температуру, осматривает кожный покров, выявляет наличие или отсутствие первичных признаков различных заболеваний. К работе допускаются только здоровые сотрудники. Помимо этого, медсестра контролирует и качество блюд, приготовленных для школьников. Ежедневно, перед началом подачи готовых блюд, я снимаю бракираж, то есть качество готовой продукции. Вкус, запах, внешний вид, как выглядит блюдо, вкусовые качества. Аргонолептический анализ это называется. Соответствует ли блюдо для того, чтобы мы кормили детей. Все результаты я записываю, соответственно, в журнале. Сегодня на завтрак у детей творожная запеканка с джемом, чай и фрукты. В пищеблоке начальной школе в соответствии с нормами Санпина повара отбирают суточные пробы. Образец каждого блюда помещают в специальные банки и хранят при необходимой температуре в течение 48 часов. Это наша страховка и страховка детей. То есть, что-то, если вдруг какое-то отравление пищевое, не дай бог, или еще что-то, как случится. У нас всегда есть пробы. И Роспотребнадзор приходит и забирает эти пробы. Как только завтрак закончился, работники столовой приступают к готовке обеда. Сегодня в меню суп картофельный с рыбными фрикадельками, бифстроганов из говядины, рис, соленые помидоры и сок. К слову, большинство продуктов, таких как мясо, молоко, йогурты и многое другое, от местных товаропроизводителей Нижневартовского района. Меню у нас согласовано управлением образования. Оно перспективное, 10-дневное, утвержденное. Меню достаточно разнообразное. Присутствуют в меню и молочные продукты, и овощи, и мясо, и рыба. Готовим мы щадящим способом, без обжарки. Мы готовим только в духовке, запекаем, припускаем с добавлением воды, варим, не обжариваем. Для участия в конкурсе мы направили фотографии детей, работников, как готовим, как накрываем, организовываем питание. Конкурс среди школьных столовых, организующих питание учеников начальных классов, проводится по трем номинациям. Лучший пищеблок, по мнению жюри, подписчиков, инстаграм-аккаунта Управления образования и молодежной политики администрации района, а также по результатам онлайн-опроса. Отдать свой голос может каждый желающий. Ссылка на голосование размещена на сайте администрации муниципалитета. Чтобы ее найти, достаточно ввести словосочетание «Конкурс пищеблоков» в поисковой строке на сайте. Итоги будут подведены до 30 апреля. Практически 30 лет жители этой улицы борются с огромной лужей. После дождей и таяния снега их дома просто заливает. Каждую весну одна и та же ситуация. Сетуют советчане. Днем лужа, ночью все замерзает. В итоге ни пройти, ни проехать. В прошлый год поздно начали скоблить дорогу. А она уже заледенела, мы тут ломиками, пищнями копали и все прочее долбили. Насосом откачивал, фундамент не видно было дома. Огрыбь везде все, смотровую яму. Залито водой, все во льду, снег и так далее. Машины здесь не проезжают. Эта дорога становится непроезжей частью. Поэтому который год все стоит на месте. Никто не хочет заниматься этой дорогой. Ежедневно специалисты городской администрации объезжают советские для определения самых проблемных участков. Улица Коммунистическая входит в перечень тех, что под угрозой подтопления. Причина постоянного скопления воды – это рельеф местности. Тут нужно подходить комплексно, то есть снимать отметки высот и поднимать данный участок дороги, чтобы уходила вода на какие-либо соседние улицы и не подтопляла дома. Единственная возможность сегодня справиться с проблемой подтопления – постоянно откачивать скопившуюся воду. В этот же день на Коммунистическую приехала специализированная техника. Огромная лужа стоит и на перекрестке улиц Губкина-Макаренко. Сейчас там пробивают водоотвод. В ближайшее время снежные массы сдвинут к пустырю, чтобы вода уходила с дороги. Всего в Советском 34 района возможного подтопления. А если ваша улица утопает в воде, можно обращаться в колл-центр. Нижневартовский район готов к большой воде и сезону лесных пожаров. Эти вопросы накануне обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрации муниципалитета. К слову, здесь уже провели масштабную работу. Специалисты уточнили списки жителей, в том числе маломобильных граждан, количество домов и сельскохозяйственных животных, попадающих в зону подтопления. Кроме того, подготовили 12 пунктов временного размещения и создали финансовый резерв. На 5 апреля запланировано проведение практической тренировки по действиям органов местного самоуправления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы при угрозе подтопления населенных пунктов района с практическим развертыванием пунктов временного размещения населения в Новоаганске, Издочинске, Вата, Зайцева речка, Ларьяке и проверкой системы оповещения населения. Что касается лесных пожаров, для подготовки к этому периоду специалисты проверили техническое состояние пожарного инвентаря в населенных пунктах. В поселениях создали патрульные группы, а после таяния снега здесь вспашут минерализованные полосы, а также проконтролируют сжигание сухой травы. В минувшем году наш город стал еще красивее. Во многом благодаря благоустройству территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году работа в этом направлении продолжится. Вартовчане могут принять участие в рейтинговом голосовании. Оно стартует 26 апреля. Если вам уже исполнилось 14 лет, то присоединяйтесь к федеральному проекту и отдавайте свой голос за благоустройство сквера железнодорожников. Возвести его планируется в 10-м микрорайоне. В той части города у нас скверов-то и нет. Это инициатива депутатов, общественники, в том числе общественный совет департамента строительства рассмотрели это предложение. Много было обращений граждан, было принято такое решение, выполнили проект, но и сейчас запускаем работу. Уже разработаны два варианта дизайн-проекта по благоустройству сквера железнодорожников. Вскоре будет определена подрядная организация для строительства. За лето работа на объекте будет выполнена в полном объеме. В сквере планируют установить детскую площадку, малые архитектурные формы, скамейки и освещение. На сегодняшний день территория абсолютно неблагоустроена. Тропинки это просто какие-то пешеходные натоптыши, по-другому их назвать нельзя. А после уже будет это совершенно другое место, место отдыха, место притяжения. Также рядом железнодорожный вокзал, где приезжают гости города и, конечно, вид его совершенно поменяет. В настоящее время объект обеспечен финансированием из городского бюджета. Однако, если 20 тысяч вортовчан отдадут свой голос за благоустройство этого объекта, он сможет войти в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». И тогда будет возможность заместить муниципальные средства на федеральные, и на эти средства еще какую-то территорию благоустроить. Поэтому я пользуюсь случаем, призывая наших горожан активно голосовать за этот сквер. К проведению голосования привлечены волонтеры, которые помогут жителям города зарегистрироваться на платформе и проголосовать за объект благоустройства на информационных точках. Рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. В эти сроки горожане смогут отдать свой голос на единой онлайн-платформе. Регистрация будет доступна через госуслуги. Также можно будет пройти идентификацию с помощью номера телефона. Не упустите возможность принять участие в рейтинговом голосовании. Благодаря вашему голосу наш город может стать еще красивее. Нягань стала площадкой для проведения стратегической сессии, во время которой участники проанализировали перспективы развития креативных индустрий и обсудили международный опыт развития креативной экономики. Положительным опытом с няганцами поделились представители арт-резиденции Сургута, Нижневартовска, Красноярска и Москвы. Арт-резиденции – это пространство, объединяющее людей, которые не только мыслят нестандартно, но и творят самобытно. Мы живем на севере, традиционно территория, где добывается нефть и газ. И так было много-много лет, но жизнь не стоит на месте, и мы ищем новые направления в экономике. Мы говорим о диверсификации экономики в целом. И самое главное – это человеческий капитал. Сегодня в Югре накоплен человеческий капитал. Сегодня люди могут зарабатывать интеллектуальным трудом. Люди сегодня производят интеллектуальный результат труда, который можно капитализировать. Капитализировать интеллектуально-творческий потенциал в ближайшем будущем смогут все креативные няганцы. Поделиться своим опытом во время встречи вызвали сразу несколько спикеров. Уроженец нягани Илья Кириченко сегодня реализует себя в окружной столице. Молодой человек изучил арт-резиденции других регионов. Поэтому теперь руководит инициативной группой по созданию аналогичного объекта в Ханты-Мансийске. Каждая арт-резиденция, она разная. Если говорить про физическое пространство, то это может быть какое-то здание, какое-то сооружение, где ребята могут приехать, попилить, построгать, порисовать, поснимать, порепетировать, что-то поставить и потом поделиться результатами этих трудов. Но одним из важных пунктов, это, конечно же, является монетизация их творчества, их деятельности. Нягань претендует стать четвертой площадкой в Югре. Арт-резиденции уже функционируют в Сургуте и Нижневартовске. В ближайших планах Ханты-Мансийск и наш город. Все курируются губернатором региона. Людмила Козлова стоит во главе Нижневартовского ядра. Резиденции, входящие в состав большой экосистемы, состоящей из 14 арт-резиденций России. Пока этот объект работает в тестовом режиме, но уже успел продемонстрировать свою значимость. Современная молодежь более диджитализирована. Она выросла с гаджетом в руке. Она не согласна брать какие-то долгосрочные кредиты, ипотеки. Они находят хорошее образование и много денег зарабатывать на своем гаджете. И арт-резиденции — это именно прокачка креативных профессий, дизайна, художника, какого-то графичика, может быть, музыканта. Для того, чтобы человек творческий не писал в стол, а сумел монетизировать свое творчество. И этим занимается новый формат домов молодежи. Это называется арт-резиденция. Внедриться, прокачаться, масштабироваться, насытить пространство креативными амбассадорами и создать кластер для творчества — задача номер один, которая поставлена перед нашим городом. Впрочем, определенные направления в работе городские власти видят уже сегодня. У нас 87 потенциальных резидентов, как мы считаем. То есть это, в принципе, довольно-таки много. Мы сейчас хотим с этими людьми работать, их объединить, рассказывать им информацию, доносить. И тогда мы определимся, кому интересно, кому неинтересно работать в этой арт-резиденции и какая она у нас будет арт-резиденция. Скорее всего, мы постараемся охватить все направления. Потому что мы вот когда проанализировали из тех 13 направлений, которые в округе, в окружном законе определены, у нас есть 12. То есть только одно направление у нас на территории города не представлено. Это научная деятельность. К 2024 году в Югре будет сформирована экосистема поддержки и развития креативных индустрий, в том числе для коммерциализации. Об этом накануне заявила губернатор региона Наталья Комарова. Ключевую роль в этом будут играть арт-резиденции. Стоит отметить, что первые шаги уже сделаны. Издан закон о креативной индустрии, определяющий основные понятия и формирующий ряд форм поддержки. Это значит, что у всех творцов появилась возможность выйти из тени и начать извлекать из этого материальную пользу. Быть не просто создателем, а стать экономической единицей. Зарабатывать на таланте не только для себя, а для города, региона и страны в целом. Спортсмен из Новоаганска стал бронзовым призером первенства России по пауэрлифтингу. Вячеславу Самойлову удалось показать один из лучших результатов в трех дисциплинах. Становая тяга, жим лежа и приседания со штангой. Вячеслав Самойлов занимается спортом больше семи лет. За это время юноша стал неоднократным победителем и призером соревнований различных уровней. Сейчас он не является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и выступает в весовой категории свыше 120 килограммов. На первенстве России среди юниоров Вячеслав стал бронзовым призером с результатом 825 килограммов. На первенстве России начали готовиться в конце декабря. Время было с одной стороны достаточно, но и в то же время его не хватало. Подготовились. Подготовка прошла хорошо. В целом рассчитывали на более высокие результаты. Стартом в целом доволен, так как результат в связи с пандемией у меня не ухудшился. Получилось даже улучшить результат на 5 килограммов по сравнению с последним первенством России. Сборная Ханты-Мансийского округа, за которую выступал юноша, заняла второе место в общем зачете. Среди 30 команд со всей страны. Наставник спортсмена Сергей Маяков рассказывает, борьба проходила в жестких условиях. Результаты в отдельных упражнениях засчитывались. Приседание он занял второе место. Жим лежа третье место. Второе место тяга. И общий результат у него третий результат. Бронзовый призер. Первенство России. Участвовало больше 395 спортсменов. Это включая и чемпионаты первенства со всех городов России. В настоящее время под руководством Сергея Маякова тренируется больше 20 спортсменов разных возрастов. Сергей Маяков признается, что всегда род новым воспитанникам. То, что никогда не поздно начать здоровый образ жизни, наставник доказывает на личном примере. 50 лет он получил разряд мастера спорта по пауэрлифтингу. Сейчас под его началом тренируются не только подростки, но и взрослые. В частности, спортсмены адаптивного отделения физкультуры. Олег Овчинников у нас лёгкоатлет. Он уже говорил, что он 15-кратный призёр, 10-кратный чемпион округа. По лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями. С неограниченными возможностями, так скажем. Спортом я занимаюсь с детства. Адаптивным спортом начал заниматься лет 6-7 назад. Наступал в дисциплинах по лёгкой атлетике в беговых на 100-800 метров в городе Ханты-Мансийск. Сейчас новоаганские атлеты готовятся к окружным соревнованиям по жиму штанги лёжа и спартакиаде по лёгкой атлетике. Тренировки проходят в усиленном режиме по несколько раз в неделю. По словам спортсменов, они готовы приложить все усилия, чтобы достойно представить Нижневартовский район.